Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в обзоре. Автомобиль компактный и ожидать сверхпростора здесь будет опрометчиво. Здесь ременной привод газораспределительного механизма, есть турбина, фериоскид, окрашен тонким стандартным слоем. Но, конечно же, вы не могли сделать, чтобы сидения складывались из салона. Герой нашего сегодняшнего обзора понравится тем из вас, кому нужен очень компактный. И при этом проходимый высокий автомобиль. Довольно шустрый и с небольшими затратами на топливо. Daihatsu Terios Kick. Небольшое лирическое отступление. Если вы смотрите какой-то другой вариант автомобиля и вам интересно, какие подводные камни скрывает та или иная модель, всю эту информацию вы можете найти на канале. У нас очень много обзоров на самые разные варианты автомобилей. Ну, а если вы находитесь в Новосибирске или планируете сюда приехать, телефон для связи будет на экране. Это мой личный номер. Приезжайте к нам. Я с удовольствием с вами поработаю. Дайхатсу Terios Kick. Компактный высокий кроссовер, который производился в одном единственном поколении с 98 по 2012 годы. У этого автомобиля было два рестайлинга в 2000 и в 2006. Выбор агрегатов под капотом на рестайлинговых автомобилях отсутствовал только двигатель объемом 0,7 литра на 64 лошадиные силы. Конечно, с турбонаддувом, коробка передач, 5-ступенчатая механика, либо 4-ступенчатый автомат. По типу привода эти машины могли быть как полно, так и заднеприводными. Сегодня у нас на обзоре машина 2011 года выпуска. Это второй рестайлинг, 64 лошадиные силы, АКПП и привод на заднюю ось. У себя на родине Terios Kick вполне вписывается в рамки класса кейкаров. Длина этого автомобиля 3 метра 39 сантиметров, ширина 1,47 метра, а высота 1,69 метра. Колесная база 2,42 метра, радиус разворота небольшой 4,7 метра, а снаряженная масса до тонны 960 килограмм. Что касается толщины красочного покрытия, как и большинство подобных автомобилей для внутреннего японского рынка, Terios Kick окрашен тонким стандартным слоем. Разброс показаний для родной краски от 70-75 до 90-95 микрон. Что касается стойкости кузова к коррозии, то эти автомобили все же имеют внедорожное предназначение, особенно если речь идет про полноприводные версии. И уже здесь, в России, эти машины запросто могли получать повреждения заводского слоя краски при вылазках на природу. Поэтому в любом случае подобную машину осматривайте внимательно в группе риска, задние арки, пороги и даже лонжероны. От багажного отделения этой машины не приходится ожидать многого. Доступ туда нам открывает распашная калитка с подвешенным на ней запасным колесом. Объем багажника по каталогу при поднятых спинках задних сидений 129 литров при сложенных 410 в линейных размерах. Цифры следующие. Ширина проема багажника по его средней части 90 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 85. Минимальная ширина по полу 88. А длина 40 сантиметров. Для перевозки длинных грузов сидение складывается. Сначала вперед откидывается подушка, а затем следом наклоняется уже и спинка. Правда, придется вытащить подголовник. Прокинутые вперед подушки сидения закрывают просвет между передними креслами. Но получается ровная погрузочная площадка длиной метр два сантиметра. Что касается удобства по багажнику, здесь нет практически ничего. Плафончик освещения сбоку-слева с принудительным включением. И под фальшполом небольшая формованная пенопластовая емкость, где когда-то размещался штатный инструмент. Ну а теперь переходим к интерьеру. Да и Хацутерио Скит автомобиль компактный. И ожидать сверхпростора здесь будет опрометчиво. При росте метр восемьдесят шесть мне удалось подобрать за рулем посадку, близкую к удобной. Но очень не хватает, например, регулировки рулевой колонки. Здесь ее нет вообще ни в каком виде. Да и водительское сидение по высоте тоже не регулируется. Чувствуется отсутствие запаса пространства по ширине. Локоть запросто бьется в обивку двери. Зато на дверной карте присутствует пусть и узенький, но подлокотник, обтянутый тканью. А вот запас пространства над головой здесь на самом деле огромный. Водительское кресло сейчас отодвинуто максимально назад. Поэтому если ваш рост больше, чем метр восемьдесят пять, метр девяносто, скорее всего, за рулем этого автомобиля вы уже не устроитесь. Зато к органам управления нет вопросов. Рулевое колесо тоненькое, под стать девяносто восьмому году, когда эта модель только появилась. Но при этом эргономичная и абсолютно не скользкая. Хотя и представляет собой, по сути, имитирующий обшивку под кожу пластик. Комбинация приборов здесь очень лаконичная и очень читаемая. Спидометр, тахометр равноправны. Тахометр, кстати, размечен до десяти тысяч оборотов в минуту в красной зоне. По центру шкала режимов автоматической коробки передач, а внизу монохромный дисплей, на котором отображаются показания пробега и уровня топлива. Указатель температуры здесь представлен лампочками. Зеленая для холодного двигателя до 40 градусов рабочей температуры и красная, обозначающая уже перегрев. Также впервые именно на этом автомобиле приходится наблюдать очень крупную надпись лючок бензобака и стрелочку направо. На всякий случай, если вы вдруг забыли, какой стороной подъезжать к заправочной колонке. Из интересных деталей интерьера хромированные дверные ручки, которые, несмотря на маленький размер, работают весьма солидно. Так же, как и фиксаторы дверей. Блок стеклоподъемников здесь оформлен в виде своеобразного выступа на круглой панельке. Клавиши узенькие, но при этом удобные расположенным под рукой, а водительское стекло имеет еще и авторежим, причем как вверх, так и вниз. Справа от рулевой колонки у нас ручной корректор фар. Регулировка боковых зеркал плюс клавиша складывания. Противотуманные фары и здесь же кнопка подогрева заднего стекла. Справа от руля клавиша заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя и аварийная сигнализация. Кнопочки маленькие, выполнены в едином стиле. Выглядит симпатично и просто. Подрулевые переключатели здесь находятся ниже, чем того хотелось бы. И пользоваться ими не столь удобно. Архаичным выглядит и плафон освещения на потолке. Стилистически он напоминает нечто из автомобилей советского периода. В данном случае у нас самая обычная печка плюс кондиционер. Кондиционер активируется отдельной большой круглой клавишей. Все остальное на удобных и забавных, в силу своего небольшого размера, поворотных ручках. Пользоваться всем этим очень просто. Внизу 12-вольтовая розетка, в которой нет прикуривателя. И селектор коробки передач. В данном случае классический автомат. И селектор привычной формы. Есть клавиши овердрайва, есть клавиши блокировки селектора. Прямая прорезь. Стояночный тормоз самый обычный, механический. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. С этим туговато. По сути дела у нас есть один-единственный подстаканник на центральном тоннеле. Перед селектором коробки не слишком-то удобный в использовании. Во всяком случае не на стоянке. Очень узенькие кармашки внизу дверных карт. И основной перчаточный ящик, который здесь не поражает воображение своим объемом. Но бумаги формата А4 сюда можно попробовать сложить, не складывая их вдвое. Что касается обзорности, то вот здесь претензий к этому автомобилю в общем-то нет. Если не считать, практически невидимый капот. Благо он очень короткий. Наружные зеркала здесь очень крупные. Пользоваться ими удобно. Плюс есть зона преломления не только по правому краю, но еще и в нижней части. Автомобиль заканчивается сразу за задним стеклом. Линия остекления здесь очень низкая. Есть камера заднего вида. И в общем-то вряд ли у кого-то возникнут вопросы с парковкой этого автомобиля. Что касается второго ряда. Глупо было ожидать здесь огромного запаса места при базе 2.42. Садясь сам за собой, я упираюсь коленями в спинку переднего сидения. Причем довольно серьезно. Тоннеля на полу здесь, кстати, практически нет. Само заднее сидение, естественно, полностью плоское. Никаких дополнительных откидных подлокотников, ничего такого. Но есть возможность регулировать наклон спинки. Вы можете принять вот такое расслабленное положение. В силу специфики автомобиля в плане ширины, это заднее сидение рассчитано сугубо на двоих. При этом линия остекления здесь низкая. Есть подлокотнички с правой стороны. А внизу дверной карты нет никаких дополнительных кармашков. По сути дела, все, чем одарили задних пассажиров здесь, это ручки на потолке, сетчатые карманы на спинках передних сидений. И два подстаканника. Один открывается из центральной консоли, а второй представляет собой просто неглубокую квадратную нишу в виде полочки. Ой, пластиковый потолок. Ну а теперь про дорожный просвет. По каталогу у этой модели он может варьироваться от 175 до 195 сантиметров в зависимости от исполнения. И низшей точкой под автомобилем в передней части будет передний подрамник. Он на сантиметр пониже, чем бампер. И в данном случае бампер находится на расстоянии 21 сантиметр от асфальта. Кстати, обратите внимание, что свес очень короткий. До порога за передним колесом 20 сантиметров. В задней части 23. А до коротенького свеса заднего бампера 30 сантиметров. С геометрической проходимостью у Daihatsu Terio Skid все обстоит отлично. Что касается двигателя, под капотом Daihatsu Terio Skid располагается маленький мотор объемом 0,7 литра, мощностью 64 лошадиные силы и с крутящим моментом 103 ньютона метра при 3600 оборотах в минуту. Это трехцилиндровый рядный агрегат. Здесь ременной привод газораспределительного механизма. Есть турбина, впрыск топлива самый обычный распределенный и присутствует интеркулер. С точки зрения своего конструктива, этот двигатель ничем особо не примечателен в плане сложностей. Да и основных болячки здесь, по сути дела, три. Первое, это небольшой ресурс самой турбины. Как правило, она выхаживает около 100 тысяч километров, а затем либо перебирается, либо меняется целиком. Это прокладка клапанной крышки, которая на таких моторах зачастую сопливит. И это необходимо следить за состоянием ремня газораспределительного механизма, поскольку при его обрыве в большинстве случаев клапана гнет. В остальном, если вы не будете постоянно выкручивать этот мотор в отсечку, будете менять в нем масло раз в 5000 километров пробега и вовремя, кстати, менять воздушный фильтр, то основная часть силового агрегата все же прослужит под 250 тысяч километров пробега. Да и на вторичном рынке, кстати, эти двигатели не отличаются какой-то сверхзаоблачной стоимостью. Что касается расхода топлива, то для полноприводных модификаций на автоматической коробке передач этот двигатель потребляет в городе при умеренном педалировании около 10 литров на 100 километров пробега. Такая, на первый взгляд, большая цифра обусловлена тем, что полный привод у Daihatsu Terios Kit, если он есть на машине, реализован по схеме full-time, плюс присутствует блокировка межосевого дифференциала, хотя никаких понижающих передач и прочих внедорожных атрибутов здесь, конечно же, нет. Несмотря на это, автомобиль отличает хорошая проходимость, не в последнюю очередь, благодаря малому весу и нормальному крутящему моменту. Ну а теперь про подвеску. Ходовая часть здесь на самом деле довольно жесткая, что с учетом высокого центра тяжести и небольшой ширины автомобиля, скорее в плюс. Какой-никакой устойчивости все же конструкторы здесь пытались добиться. Что касается архитектуры передней подвески, то это Маккерсон. Шаровые опоры в данном случае выполнены неразъемными с передними рычагами. Рулевая рейка в автомобиле электрическая, это плюс никаких проблем с подтекающими шлангами здесь не будет. Стабилизатор поперечной устойчивости у нас здесь закреплен на подрамнике в его передней части, и никаких вопросов по доступу к его креплениям для замены втулок здесь не будет. Кстати, их ресурс около 70 тысяч километров пробега, что не так мало, учитывая класс этой машины. Вообще практически все в подвеске этого автомобиля служит чуть более 100 тысяч километров. Потом может понадобиться. Что касается антикоррозийной обработки, то в данном случае ее практически нет. Это касается и зоны порогов, и собственно днища кузова. Только шовный герметик, причем в очень ограниченных количествах. В задней части автомобиля мы видим стальной топливный бак, объем которого 40 литров. Задняя подвеска у Териос Кит выполнена в виде неразрезного моста. Пружина и амортизатор здесь, соответственно, разнесены отдельно друг от друга. Присутствует тяга поперечного стабилизатора и пара-тройка сайвинг-блоков на продольных рычагах. Задние тормоза, соответственно, барабанные. Кстати, несмотря на то, что этот автомобиль уже эксплуатировался в России, и машина далеко не новая, а 2011 год выпуска, напомним, в плане коррозии снизу он выглядит очень даже благополучно. Вот такой экспресс-обзор на Daihatsu Териос Кит у нас сегодня получился. Если у вас был или есть подобные автомобили, вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях, ваш опыт может кому-то пригодиться. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня у нас на подъемнике, напоминаем, 2011 год выпуска, задний привод, контактный телефон для выяснения дополнительных интересных моментов наподобие цены и наличия автомобиля будет в описании под этим видеороликом. Спасибо, что смотрите нас, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если обзор понравился. До новых встреч, пока!